Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! А кто сегодня с нами впервые, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить! Сегодня я делаю обзор на мой педикюрный аппарат Saishin MediPower. Если сказать двумя словами, то я в восторге. Именно в восторге, потому что этот агрегат заменяет одновременно и фрезерный аппарат, и педикюрную вытяжку. На задней панели находится кнопка включения питания, здесь же находится гнездо для подключения педали. На передней панели поинтереснее. Кнопка включения аппарата, регулятор оборотов ручки фрезера. Максимальное число 30 тысяч. Это регулятор мощности пылесоса. Это кнопка включения-выключения ручки фрезера. Режим выбора включения ручки фрезера рукой или педалью. Кнопка выбора направления вращения фрезы, форвард или реверс. Здесь заложен крутой функционал, но об этом попозже. Кнопка включения-выключения пылесоса. Кнопка выбора ручного или автоматического режима взаимодействия оборотов фрезера и мощности пылесоса. Об этих режимах тоже расскажу. В комплекте есть педаль. Ручка фрезера удобная, хорошо ложится в руку. А рифленая поверхность не дает скользить ей в руке. Она намного легче ручки, к примеру, того же фрезера Стронг 210. Но, несмотря на это, мощнее его в два раза. Здесь располагается дублирующая кнопка включения-выключения ручки. Шланг достаточно эластичный и гибкий. Его длины мне вполне хватает для работы. Очень классной фишкой является автоматический зажим фрезы. Для сравнения, чтобы вставить или достать фрезу из обычного фрезера, нужно немного провернуть саму ручку и проделать то же действие в обратном порядке. Здесь же мы просто вставляем фрезу в отверстие и все. Точно так же мы просто ее вытаскиваем без лишних манипуляций. Теперь давайте сравним уровень шума работы ручек. Подробнее показываю дублирующую кнопку включения-выключения ручки фрезера. При включении на панели аппарата загорается зеленый индикатор. В этом аппарате есть возможность переключения реверса на ходу. Опять же, я сравниваю со стронгом 210. В нем для переключения реверса сначала нужно полностью остановить вращение фрезы и затем только поменять направление ее вращения. В MediPower достаточно нажать только одну кнопку и аппарат сам останавливает фрезер, меняет направление и снова включает ручку фрезера. Очень удобная фишка. Теперь давайте послушаем, как шумит сам пылесос. Включаем пылесос и выбираем автоматический режим. Теперь при увеличении оборотов фрезера мощность пылесоса подбирает микропроцессор. Мне достаточно крутить только один регулятор выбора оборотов. В ручном же режиме обороты и пылесос регулируются независимо. Вплоть до того, что пылесос можно вообще выключить. Чтобы достать пылесборник, выключаем аппарат и аккуратно вытаскиваем. Здесь мы видим сам мешок для пыли. Вот такой он маленький, но очень плотный и, как оказалось, вместительный. Потому что на момент съемки этого видео я уже выполнила 16 педикюров. И мешок с виду кажется практически пустым. Это какая-то магия. В комплекте имеется еще один такой мешочек. Производитель говорит о том, что его можно стирать. Еще одной очень полезной функцией является стабилизация мощности фрезера, что позволяет не терять обороты во время работы. О ней я расскажу дальше в процессе обработки стоп-клиента. Давайте посмотрим, как пылесос справляется со снятием покрытия с ногтей. Интересно, что он засасывает не только мелкую органическую пыль, но и более крупные частички гель-лака. А теперь хочу показать вам этот аппарат непосредственно в работе с клиентом. Обработаю стопу аппаратом на сухую. Грех не попробовать диски по сухой коже. И пальчики в комбинированной технике. Убираю длину, опиливаю форму. Делаю это пилочкой на 180 грит. Слегка скругляю углы по желанию клиента. Здесь нет никаких проблем с ноготочками, ничего нигде не врастает, не давит. Поэтому смело опиливаю мягкий квадрат. Ногти делаю максимально короткими. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На этом же этапе шлифую поверхность ногтей. Слегка пилкой взъерошиваю поверхность, приподнимаю чешуйки. Это нужно для дальнейшей сцепки с материалом. Теперь отодвигаю кутикулу пушером и далее пламенем с синей насечкой вычищаю птеригий. Аккуратно прохожусь в зоне синусов. Если что-то где-то не дочищается, это можно смело потом убрать инструментом. Далее переключаю реверс и обрабатываю правую сторону. В данный момент пылесос у меня включенный 50% и даже в половину мощности он прекрасно затягивает пыль. Далее фрезой почка с удлиненным кончиком еще раз прохожусь в зоне кутикулы и шлифую боковые валики. Сначала снизу вверх приподнимаю кожу, а потом движениями сверху вниз счищаю ее. Продолжение следует... Теперь влажным спонжиком протираю пальчики, убираю пыль, во-первых, а также смягчаю кожу для дальнейшего среза ножничками. Сначала срезаю кутикулу одной полосочкой, а далее дорабатываю накожницами. Для того, чтобы смягчить сухую кожу вокруг пальчиков, можно использовать пульверизатор с мыльной водой. А вот теперь приступаю к обработке стоп. В данной ситуации у нас натоптыши на пяточках и большие мозольки на плюсневой части стопы. Приклеила файл на 100 грит на диск М и начинаю работать. Аппарат включен на 13000 оборотов, на форварде, а пылесос включен на 100%. Обычно при работе дисками на сухую у меня поднимался вверх столб пыли. Это видит мастер, это видит прекрасно клиент. Клиенту это неприятно, он понимает, что эта пыль оседает вся на поверхности. Работать в такой обстановке неудобно и вредно. А тут результат налицо. Пыли совершенно нет, она очень мелкая, быстро засасывается в аппарат и вообще абсолютно не видно никакой пыли. Этот момент прям уж огромнейший плюс этого аппарата. Я бы даже сказала, что самый главный плюс. Потому что, как мы знаем, органическая пыль вредна для здоровья. Еще хочу сказать, что ручка абсолютно не вибрирует и диск имеет плавный ход. Прохожусь файлом на 100 грит по самым огрубевшим участкам кожи. Еще раз хочу напомнить, что ошибочно думать, что в педикюре чем больше счистишь кожи, тем лучше. Нет, важно обработать именно участки, на которых есть натоптыши и мозоли. А те участки, которые мягкие и гладкие, лучше сильно не трогать. И тогда такой педикюр будет лучше и дольше носиться. При повышенном давлении дисками или фрезами на обрабатываемую поверхность, то есть на стопу, фрезер начинает замедляться. Снижаются его обороты. В MediPower микропроцессор в доли секунды реагирует на это и сам добавляет столько мощности ручки фрезера, сколько требуется, сохраняя обороты. И повторюсь, что сам фрезер достаточно мощный. При работе с диском я постоянно прощупываю кожу, прощупывая, насколько смягчилась пяточка и мозольки на плюсневой части. Не нужно доводить кожу до розового состояния. Все-таки эти мозольки натоптыши нужны для того, чтобы защищать стопу при ходьбе. Поэтому в ноль убирать просто опасно, человеку будет больно ходить. Одного файла на 100 грит у меня хватило на обработку двух ножек. Теперь приклеиваю файл на 180 грит и начинаю шлифовать стопу. Здесь важно смотреть на рисунок кожи. То есть направления должны быть по рисунку кожи. Файлом на 180 грит можно пройтись легкими движениями по всем пальчикам. Также работаю на форварде на 13 тысячах оборотов. Сглаживаю все бороздочки и шершавые участки кожи. Обязательно прощупываю кожу пальчиками, чтобы понимать, где еще что нужно счистить. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь беру файл на 240 грит и полирую стопы. При работе полирующими файлами уже не смотрим на рисунок кожи, просто проходимся еще раз по всем участкам, которые обрабатывали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь влажной салфеткой мыльной вытираю стопы, вытираю всю пыль и это уже окончательный вариант обработки стопы, вытираю насухо салфеткой и приступаю к обработке пальчиков. Есть еще у моей клиентки сухие мозольки на пальчиках, это скорее всего от какой-то обуви, эти мозольки тоже можно зашлифовать диском на 180 грит. Теперь приступаю к покрытию. Подготовила ногтевую пластину и покрываю жидкой базой. Базу, как обычно, наношу тонким равномерным слоем. Для покрытия взяли коралловый оттенок милана из палитры 10 миллилитров, 122 номер. Большой пальчик у нас будет в технике текстуры. Наношу на палитру основной цвет, чуть-чуть белого, бирюзового, перемешиваю это и плоской кистью наношу на ноготь. Далее распределяю тонкой кистью, прокрашиваю кутикулой по бокам. Остальные пальчики покрываю в два тонких слоя. Просушила все хорошо в лампе и перекрываю глянцевым топом. А теперь давайте вместе посмотрим, что же получилось в итоге. Если вам понравился этот сюжет или есть вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. А если вы еще не подписались на мой канал, делайте это и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok